Хочу сейчас предоставить слово человеку, которого мы все любим, уважаем, которого ждет вся наша страна, в особенности члены нашей партии, человеку, который поднял с колен город Бельцы, человеку, который единственный и реально борется с Плохотнюком, лидер нашей партии, примар муниципе Бельцы, Рената Усады! Дорогие друзья, я вас приветствую! Дорогие бельчане, дорогие жители всех северных районов Молдовы, которые сегодня присутствуют на сегодняшней реакции, мы вместе с вами начали борьбу, начали мы эту борьбу еще в 2014 году, для того, чтобы остановить весь тот беспредел, которым страна живет последние десятилетия. Когда мы сегодня с вами все убедились, что в стране нет судов, в стране нет свободных прокуроров, когда сегодня в стране руководство страны поддерживает бандитские схемы, и эти бандитские схемы они поддерживают и в Бельцах, и в других городах Молдовы, когда сегодня с тревогой я вижу, что сотни тысяч людей покидают страну, когда я вижу, как центральные власти блокируют все реформы в городе Бельцы, связанные с уничтожением всех криминальных схем, со сносом всех нелегальных... Сегодня они, все, что связано с пополнением их карманов, они пытаются сохранить. Мне очень больно, что человек, с которым мы протестовали, человек, который обещал здесь, в этом месте, перед вторым туром выборов, в присутствии Дмитрия Чубашенко, Елены Грицко, Николая Цеповича и других, кто присутствовал на этой встрече, он обещал, что сразу, как станет президентом страны, мы уничтожим режим Плохотника в течение нескольких месяцев. Да Дон предал всех нас, всех тех, благодаря кому он стал президентом во втором туре. Сегодня, когда полгода, многие эксперты, в том числе я, говорил о том, что Плохотнюку нужна смешанная система для того, чтобы сохранить власть в Молдавии на следующие 10 лет, мы просили Додона подписать бумагу, что он против любых изменений в смешанной системе. Что сделал Игорь Додон? Игорь Додон выдвинул законопроект, который нужен Плохотнюку, тем самым ставит страну под угрозу, что режим Плохотнюка будет существовать в Молдавии в следующие 10 лет. Игор Додону, к сожалению, достаточно сегодня фотографироваться на Красной площади, жить в Кондрице. Он отказывается от победы на парламентских выборах. Если останется сегодняшняя система, то на следующих парламентских выборах мы можем две партии набрать конституционное большинство. Когда он отказывается от этого большинства, когда после первой встречи со мной в Москве в аэропорту, я ему говорю, Игорь, когда мы начинаем уничтожать режим Плохотнюка, он возвращается в Молдавию, Плохотнюк его сильно поругал за встречу со мной в аэропорту Домодедово. После этого Игорь, его помощники пишут мне сообщение, что он не может больше мне звонить, потому что его телефон прослушат. У меня лично сегодня, как у гражданина Молдовы, не как мэра Бельц, не как председателя нашей партии, у меня, как у гражданина Молдовы, болит сердце за то, что сегодня страну, получается, возглавил очередной предатель. Мы их видели очень много за последние 20 лет. Мы пришли с программы в 2014 году, где мы четко обещали, что мы проведем все необходимые реформы для того, чтобы уничтожить весь этот буржуйский класс продажных прокуроров, судей, полицейских, депутатов, министров. Когда я вышел в 2014 году и сказал, что мы пожизненно дисквалифицируем всех судей и прокуроров, которые обслуживают олигархов, Игорь Дадон сегодня продлевает мандаты плохотнюковским судьям, в том числе укрепляя плохотнюка, для того, чтобы эти же судьи расправляли стране с неугодными политиками. Сегодня телеканалы плохотнюка пытаются уничтожить мой имидж как человека, как гражданина Республики Молдова. Какие новости они сегодня показывают про Бельц. То, что сделано было в Бельцах за последние полтора года, их негодяи подконтрольные не сделали столько за многие годы. Никто не может нас сегодня обвинить в том, что мы не боремся с коррупцией. Сегодня сидит на втором этаже в премарии, руководитель госканцелярии, который официально покрасился в цвет плохотнюка Маху, который блокирует любые инициативы. Мы пытаемся уволить чиновников, которые Маху помогали вместе с другими негодяями грабить Бельцы. Значит, Маху любыми путями, в том числе через суды, помогает им остаться в премарии. Но сегодня есть очень много людей в премарии, я хочу их поблагодарить, работников муниципальных предприятий, которые плечом к плечу встали и проводят огромную работу для того, чтобы улучшить сегодня качество жизни бельчан и на примере Бельц показать другим городам Молдовы, что в стране можно навести порядок. Огромное вам за это спасибо. Я хочу поблагодарить всех работников предприятий бельских муниципальных, работников премарии, которые, несмотря на то, что им угрожают, несмотря на то, что вас запугивают, вы продолжаете работать на благо города. Я хочу поблагодарить премаров других городов Молдовы, которые сегодня здесь присутствуют, за то, что честно выполняют свою работу. Я хочу поблагодарить полешты, гладяны, рыжканы, дандюшаны, дроки, усороки, флорешты, санчереи, овницу, бричаны. Сегодня здесь практически весь север присутствует для того, чтобы сказать мне справящему режиму. Огромное вам за это спасибо. Сегодня с утра и в том числе в данный момент заблокировано огромное количество маршруток при въезде в Бельце для того, чтобы люди не дошли на ваш с вами митинг. Потому что телеканалы Плохотнюка вечером имеют задачу сказать, что в Бельце вышло несколько десятков человек, которые там непонятно за что и зачем протестуют. Сегодня я горжусь тем, что я возглавляю город, у жителей которого есть свой стержень, есть своя гражданская позиция. И бельчане являются теми, которых больше всего сегодня власти боятся. Они сегодня нагнали сколько полиции в Бельце. Вы посмотрите, та же ситуация, как в Кишиневе. С касками, с газовыми баллонами и так далее. Почему? Потому что они понимают, что бельцы всегда высказывали свою позицию и говорили так, как есть, а не так, как хотят Плохотнюки и прочие негодяи. Мы должны вместе с вами сегодня потребовать от президента до дона прекратить сотрудничество с Плохотнюком. прекратить всю ту порнографию, которую он устраивает в последнее время. Мне стыдно сегодня, что вслед за Гимпу, Лянко и другими политиками Дадон сегодня не вылезает из штанов Плохотнюка. Он молодой политик. Ему чуть больше 40 лет. Он сегодня решил стать ручным. Ему дали повара в кондрице, ему дали халат президент, дали еще две такие майки и больше Дадону ничего не надо. Мы всей страной должны сегодня потребовать от Дадона, чтобы он не выходил, не рассказывал какие-то сказки, что он не дал Плохотнюку ввести одномандатную систему. Сегодня Плохотнюк проголосовал в парламенте за одномандатную 52 голосами. Потом выходит инициатива Дадона, за нее голосуют 74, за нее голосуют все Плохотнюки и социалисты. И Плохотнюк отказывается от своей и остается на предложении Дадона. Почему? Потому что это то, что было нужно Плохотнюку с самого начала. В Гагаузии 98% жителей всегда были пророссийскими. И что было у них на последних выборах в народное собрание Гагаузии? Плохотнюк от партии Плохотнюка прошел только один депутат. Один партии. Сегодня он контролирует половину. Почему? Потому что все выдвинулись как независимые. Сегодня они все легли под Плохотнюка. И он контролирует сегодня народное собрание Гагаузии. Почему Дадон позорно молчит и не признается, как его люди сегодня с Плохотнюком уже начали делать бизнес? Господин Горбалы, депутат Гагаузского народного собрания партии социалистов, Плохотнюк за то, что Игорь Дадон в Москве воспользуясь доверием со стороны правительства, президента, предложил человека Плохотнюка Василия Ботнера на должность директора Молдова-ГАЗ. Плохотнюк разрешил Дадону поставить своего человека на должность Кишинев-ГАЗ. Сегодня у Дадона с Плохотнюком уже пошел совместный бизнес. Игорь сегодня если не остановится, его Плохотнюк посискает, потом от него избавится так же, как и остальные. Вы видели, что сделал Плохотнюк предлагает смешанную систему, он дает возможность Плохотнюку вот как раз из этой половины депутатов, которые будут независимыми, дает возможность Плохотнюку покупать людей по всей стране. Сегодня сколько мы можем с вами еще терпеть так нагло издеваться. Я молчу про то, когда весной прошлого года Дадон попросил Плохотнюка, чтобы тот изменил возраст с 35 на 40 лет, потому что в рейтингах, во всех опросах я был на первом месте в стране. Они понимали, что если я стану президентом, я за три дня разнесу к чертовой матери всю эту их коррупционную хуматрию. И то, что они делают со страной, то, что они сегодня делают, чтобы тысячи людей уезжали из страны, я посажу всех этих негодяев пожизненно в тюрьму. Соти, прокурору, прокурору, большинство, бульгарики, прочих негодяев. И поверьте мне, что мы вместе с вами это сделаем. Время на Earth! 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 Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы сегодня не бросили то, что мы начали. Сегодня я прошу всех вас, доведите до каждого уголка Республики Молдова, до каждого села, Доведите информацию о том, что весь этот спектакль, который нам показывают по телевизору, это цирк, сценарий, в котором пишет Плохотнюк, а Игорь Дадон его исполняет. Поэтому социалисты выходят за несколько дней, за день до выходных, перед 9 мая, выходят с этим позорным законопроектом. Почему? Потому что Дадон сразу после этого летит в Москву на Красной площади, находится рядом с одним из самых популярных политиков в мире, а по некоторым версиям даже самым популярным, я про президента Российской Федерации, для того, чтобы, стоя рядом с Путиным, прикрыть, смыть весь этот позор, который он устроил с Плохотнюком. Вы поймите одну вещь. Мы всегда отвечали на какие-то провокации. Мы всегда, но я в то же самое время пытался сохранить мир. Я не хотел конфликтовать с политическими партиями, с реальными оппозиционными партиями, которые против режима Плохотнюка. Но когда Игорь Дадон ходит по всей Москве и просит, не буду называть фамилии, он сегодня просит разных чиновников, разных бизнесменов помочь ему привезти в Москву Плохотнюка, потому что Плохотнюк очень хороший парень, который помогает Игорю Дадону прийти к власти. Как я могу сегодня на это реагировать? Сегодня он делает некоторые хорошие вещи. Я рад, что частично решены проблемы мигрантов. Молдова должна присутствовать в наблюдательном совете Евразийского экономического союза. Нам сегодня нужны отношения с Российской Федерацией. Они всегда были братскими. Они должны быть корректными с экономической точки зрения, политической и так далее. Я не хочу, чтобы в Молдавии была война, на которой кто-то кому-то демонстрирует. Я сам с детства, когда Дадон Садова собирал еще желуди, я уже знал наизусть все улицы Москвы, будучи ребенком. Понимаете, когда сегодня меня болит, то, что многие политики прилетают в Москву перед выборами или после, фотографируются с первыми лицами государства, потом врут и этим первым людям государства, и всем людям, которые за них голосовали. Я хочу сказать, что у Дадона не получится долго по заданию Плохотнюка обманывать руководство Российской Федерации. Поверьте мне, что позиций может быть много, версий может быть еще больше, но правда она одна. И эту правду должна знать вся страна. Поэтому я вас прошу, когда приезжает Дадон в Дова культуры, когда он приезжает на встречи, он же постоянно ездит по стране, задавайте ему в лоб вопросы, приходите на эти встречи. Как я говорил вчера в Камрате, вода уводится у струпиц, педодон, куагиазм. Может ему что-то положили в еду, может ему что-то наколдовали. Снимите с Дадона этот Плохотнюковский гипноз, потому что потеряем как минимум гражданина страны. Поэтому еще раз спасибо вам большое. У меня очень много эмоций. Плюс я, к сожалению, практически не слышу вашу реакцию. Я надеюсь, что вы услышали то, что я хотел сказать. Просыпаемся. 11 июня в Кишиневе гражданское общество собирает большой протест со всей страны. Ребят, говорите с соседями, родственниками, друзьями. Давайте выйдем и покончим с этой куматреей. Если я увижу, что встает вся страна, поверьте, я на парашюте приземлюсь прямо на площадь и буду вместе с вами. Сегодня я могу вернуться даже сегодня в страну, но сидят в тюрьме наши люди, сидит незаконно Феликс Гринку. Есть очень много проблем, мы продолжаем нашу огромную работу. И проблема в том, что если я сегодня сяду в тюрьму, вечером прилечу, я не боюсь сидеть в тюрьме. Просто поверьте мне, в течение двух-трих дней они меня в этой тюрьме физически уничтожат и потом спишут на какие-то сказки, как эта публика ТВ умеет. Но я обязательно вернусь. Пока есть все вы, пока есть граждане Молдовы, которые хотят что-то по-настоящему изменить, я буду гордаться до конца. Я готов отказаться от всего. Я буду всю жизнь нести свой крест. И самое главное, что это должно закончиться большой победой. И все эти преступники, все эти негодяи будут сидеть в тюрьме, и мы отнимем у них все то, что они украли у молдавского народа. Неважно это, банки, залии, активы и все остальное, что они играли. Я вас люблю, огромное вам спасибо. Сюда вас, Ренат Уссан. Помоги мне здесь. Ренат Уссан.